Сегодня с девочкой ПК мы зашли прогуляться на АФК-грядке 2. И знаете, к чему я пришёл? Вот мы думали-думали на тему того, почему же и чем вот эти АФК-овоощи, которые стоят вокруг, нажимают одну волшебную кнопочку и платят за это, чем они отличаются от обычных овощей. Вот есть цветы, которые растут, так сказать, живые цветы, вот они растут и они красиво смотрятся. У них есть какой-то смысл в том, что они вырастают и радуют кого-то своим прекрасным видом, запахом или ещё чем-то. А есть искусственные цветы, которые нужны только для одного, чтобы ложить на могилу. И давайте же положим все эти искусственные цветы, то бишь иного рождённых опарышей, которые стоят в АФК, в симуляторе искусственных цветов. На иного созданную могилу Lineage 2. Вот посмотрите на это. Это что? Lineage 2? Это что? Увлекательная, так сказать, игра? Вот девочка ПК сейчас сказала, комплексов нужно найти. Вот они, комплексы, понимаешь? Вот это стоят три комплекса, которые играют, так сказать, в свою пожилую игру. Они играют в вот это. Вот они тыкают вот так и всё. Им больше ничего не надо. У них больше ничего в ней не будет. Игра, так сказать, началась, но она, так сказать, вот этим началом закончилась. Так сказать, все эти идиоты, которые согласились с таким ходом дел, они не понимали, к чему это приведёт, а мы сейчас видим, что в этой игре ничего нету. А ничего, кроме АФК. Но псосы и новорождённые опарыши продолжают стоять в АФК и платить за это, за то, что они, так сказать, такие понтовые, растущие цветочки, хоть и искусственные, хоть и в АФК, хоть и без прилагания каких-либо усилий и вложения времени. Но вместе, своей неосознанностью, своей тупостью, своей пустоголовостью, эта конченая комьюнити Лайн Эйндж 2 похоронила эту игру. И стала в итоге не просто и новорождёнными опарышами, а искусственными цветами, которые лежат на могиле Лайн Эйндж 2. И вот видите, символично мы сейчас находимся на кладбище Короля Змей. И вот на кладбище Короля Змей столько и новорождённых опарышей, и искусственных цветов, которые призваны здесь стоять в АФК, платить за это, и создавать какой-то мнимый вид того, что эта игра ещё существует. Но она уже давно умерла, ещё 2 года назад, ребята. Так что всё, что я хочу сказать вам, АФК Овощи, всё, что я хочу сказать тебе, и новосистам, видишь, кольцо дракона кто-то достал из сундучка дракона за ИРЛ, купленного в игровом магазине. Всё, что я вам хочу сказать, идите нахуй. И это всё, что я хочу вам сказать. Идите нахуй. Спасибо. Сейчас я хочу вам показать, что Пекси Даун рассказал на тему того, в чём вообще заключается смысл игры для него и для подобных ему и новорождённых гомунклов или же опарышей иного систем. Давайте же послушаем, что сказал Пекси Даун. Сейчас будет вставка с монологом прибалтийского зумерка, предупреждая заранее, только для того, чтобы вы случайно не встали в АФК. Так что давайте приступим к прослушиванию того, что он сказал. У нас, наверное, только убей миллион монстров, получи 115 уровень за апгрейди символ Левиафана на атрибутную защиту, получи 115 умение, это там 100 атрибутной атаки защиты, и ты будешь более-менее стоять со второй и выше пушкой дракона с большими камнями, хотя бы с 20 умениями там. У тебя будет стоять с пушкой дракона, вы понимаете, да, о чём сказал? представитель комьюнити Лайнэш 2, то бишь Пекси Даун, и он сказал, что всё это нужно для того, чтобы у тебя смог стоять с оружием дракона. Хоть где-то, хоть в АФК. Если просто не может у тебя стоять, то хотя бы в АФК, блядь, ты сможешь постоять. Хоть как-то заменить свои, так сказать, появившиеся комплексы от того, что у тебя уже не стоит, так сказать, пожилой представитель комьюнити Лайнэш 2. Здесь никакой речи не может идти о том, чтобы рекомендовать игру людям, которые готовы вложить, скажем, 2800-3000 рублей, чтобы взять премиум на месяц, сет подсчёта плюс 10 и пушку подсчёта плюс 12. Ничего не сможете сделать, вообще ничего. Ничего не нафармите, никаких сундуков почти ничего не достанете, там пару пушкой адиоса в месяц, пару шмоток. Поэтому, да, ситуация сейчас очень плачевная, но люди, как я вижу, по разделу Линейдж 2 на Твиче, ещё как готовы, ещё как хотят после ввода Филькиной грамоты играть руками. В большинстве других игр же руками до сих пор играют, не на автокаче. Старость не повлияла на людей и на их желание, чтобы там перепроходить какого-нибудь Half-Life или в Лигу Легенд зарубиться, или в Доту, или в CSGO. Всё же руками делается, всё, и закупы, и передвижения. Поэтому здесь это не работает. Но что я хочу предложить и ново-систам, и вот этим всем АФК-овощам? Понимаешь, и ново-систам, ты можешь сделать реально отдельный сервер, где будет запрещено ПВП, где будет запрещено ПК, где все будут, сука, стоять в АФК и платить за это, и где нельзя будет флагаться, где нельзя будет ничего делать, кроме того, как нажимать одну волшебную кнопочку, и платить за это. Так сделай ты это! Почему так сложно сделать это? Я тебе вот такую гениальную идею подаю на тему того, что ты можешь сделать с Lineage 2 ещё дальше закостенить эту игру. И так ты уже сделал из этой игры труп, который поедает твои новорождённые парыши, но можешь сделать ещё более хуже, но для них это будет ещё более лучше, понимаешь, и новый систем. Так что дерзай! Я дал тебе совет! Сделай из Lineage 2 симулятор бота, в котором не будет ПВП, в котором не будет ПК, в котором будет только ПК и плата за это. Но я думаю, тупая сука-фантатика, Кэм, Лискин, Сосенни и так далее, они даже не поймут то, что я сейчас сказал. Они понимают только то, как разводить вас, лохов, а вы, лохи, даже и рады тому, что они вас, так сказать, разводят. Ну что я могу сказать? Идите нахуй, блять! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок